Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время ону запрети Иисус учеником своим, да никому же рекут, яко сесть Иисус Христос. А то ли начат Иисус сказывать учеником своим, яко подобает ему идти в Иерусалим, и много пострадать от старей церкви и книжник, и убиену быти, и третий день восстати, и поем его Петр начат прерицать ему глаголя, милосерд ты, Господи, неимать быти тебе сие. Он же обряжься речи Петрови, иди за мною, сатано, соблазн миссии, яко не мыслишь, и я же суть Божия, но человеческая. Тогда Иисус речи учеником своим, аще кто хочет по мне идти, да отвержится себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Таким образом, как звучат они на современном нам с вами языке. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открыто открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милости в себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за мною. Вот такие евангельские строки, сегодня мы с вами слышим. И начинать сегодняшнее евангельское чтение с предложения, которое может быть несколько непонятным. Потому что, что мы видим, да Господь запрещает ученикам своим, чтобы они кому-то говорили, что Он есть Иисус Христос. Казалось бы, ну а как? Ведь это самое главное, это ведь та суть пришествия в мир Спасителя. Чтобы люди знали, веровали. Но здесь вот святые отцы толкают меня с таким образом, что к тому времени очень много уже было среди особенно фарисеев от этих вот всяких гневных, возмутительных настроений. И для людей порой, во-первых, было даже где-то и опасно открыто идти за Христом, потому что уже было решение, что всякого человека, исповедующего Христом, изгонять из синагоги, вообще отлучать, скажем, от этого иудейского общества. Вот это одна из причин. То есть Господь как бы несколько снисходит, что ли, к немощи человеческой. А потом ведь еще такой момент, совсем недавно, буквально перед этим, Господь спрашивал учеников своих, за кого они его принимают, как они его понимают. И тогда апостол Петр, помните, сказал, что это и Христос, и Бога Живого. То есть апостолам было открыто, что Он есть тот самый Мессия, а самое главное, что Он есть Бог воплотившийся. Для них это стало особенно очевидно и понятно. И вот эта, так скажем, информация, вот это слово, то, что Христос есть Бог, остальными людьми в большинстве своем, ну, наверное, было бы не понято. Мало того, что не понято, и вот и слова апостольские, они бы и не понимались, и не принимались, и отвергались. Потому что настолько иудеи привыкли уже вот к этому мысли, к этому мнению, что Бог не может быть человеком. Соответственно, если говорить, что вот Иисус из Назарета, Он не просто Христос, Он еще и Бог, то тогда бы всякая проповедь, тогда в тот момент, она бы просто прекратилась. Вот, то есть мы видим до поры до времени, до воскресения Христова, до сошествия Духа Святого на апостолах, апостолы уже вот так открыто не возвещают о божестве своего Учителя. И вот с этого момента мы видим, да, следующий 21 стих, Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должны идти в Иерусалим и много пострадать. То есть здесь мы видим, что они уже в плане веры несколько созрели и стали способными принять уже не только, что ли, вот эту радость и восторг от понимания, кто их учитель, что Он есть Бог всемогущий, что в руках все, что все ему подвластны, и, соответственно, Он и их наделяет какой-то властью, что совсем недавно они вернулись в проповедь, где исцеляли болезни, прогоняли бесов. Но Господь, видя уже их более укрепившиеся сердца, читаем открывать о том, что Он пришел на землю не для того, чтобы здесь воцариться, да, вот в этом вот смертном мире, а пришел для того, чтобы этот мир исправить своей смертью. Начинают вот их потихонечку, помаленьку вот к этому готовить, во-первых, и к разлуке самим собой, и к тому, чтобы потом, когда все это произошло, вот эти вот страшные события, связанные с его крестными страданиями, они уже были духовно подготовлены. И что вот нам еще здесь важно подчеркнуть, видимо, открывает, от кого ему должно много пострадать? От старейшин, первосвященников и книжников. То есть видим, что весь народ иудейский в своей полноте в лице своих, так скажем, лучших представителей отвергнется от него. Да, то есть старейшины — это правители иудейские князья, то есть это люди, наделенные какой-то властью, от них он будет отвержен. Да, то есть видим, его извергнут из общества, так скажем, политического, гражданского, как чужого. Будет отвержен первосвященниками. А первосвященники и вообще священство, оно ведь у иудеев всегда было связано с чем-то, с божественным откровением, с богослужением, вообще со всей духовной жизнью. И вот получается, быть отверженным первосвященником, это значит быть опять же выброшенным из религиозного общего строя жизни. То есть к тебе относиться как к язычнику. И вот мы видим, действительно, и Христа, ведь его и к Пилату привели как человека-богохульника, как того, кто не соглашается вот с этим общим пониманием их иудеев о Боге и о религиозной жизни. Да, также быть отверженным книжниками, то есть людьми грамотными, учеными. То есть получается, как бы которые могли сопоставить вроде бы все события, все факты, сделать какой-то вывод и принять решение. И мы знаем, какое решение принимать книжники. Помните, пришли иерусалимские книжники однажды разбирать какие-то чудеса Христовой. Что сказали? Все, что он делает, это происходит силой Вильзевула, князя Бесовска. Вот он вывод какой. То есть мы видим, что Христос будет для всех, ну, со всех сторон гоним. Все откажутся от него. И вот об этом он предупреждает учеников своих. Причем предупреждает заранее, дабы они, увидев все происходящее, могли вспомнить и успокоиться. Поняв, да, что если Господь знал об этом заранее, тем не менее это и произошло. И он как-то не избежал вот этих страданий и гонений, значит, он знал, на что идет. То есть здесь нам вновь открывается истина, что страдания Христова не были свободными. И он специально и сознательно это ошел. Для чего? Чтобы через свои страдания свобедить род человеческий от вечных мук. Ну да, дальше-то что происходит? Мало того, что будет отвержен, а еще будет убит и в третий день воскреснет. То есть вот оно, можно сказать, в этой фразе самое-то главное, это последнее, что в третий день Господь воскреснет. Но, знаете, вот слова о том, что его убьют апостолы, поняли, а то, что он воскреснет, как-то вот мимо сознания своего пропустили. Откуда это, видимо, из дальнейшего повествования? Видимо, что апостол Петр, да, отзывает Христа как-то в сторону и начинает прикословить ему такими словами, что будь милости в себе Господа, не будет с тобой этого. Есть что мы видим. С одной стороны, видимо, апостол Петр набирается некой такой решимости, даже некого дерзновения. То есть считает возможным отвести учителя в сторону и начать будто бы даже исправлять его решение, исправлять его речь. Откуда в нем это? А совсем недавно Господь ведь его возвеличил, похвалил даже. Причем похвалил не его, похвалил той исповедной верой, которая звучала в устах его. Но, тем не менее, это делает в какой-то степени Петра таким вот отважным. Хотя видим, что вот не всякая отвага, она бывает разумна. И здесь вот ему кажется, что, ну, учитель, что ты такое говоришь? Все в твоих руках, ты истинный Бог. О каком страдании ты говоришь? О каком отвержении ты говоришь? Тебе стоит только пожелать, весь мир будет у ног твоих. А что же Спаситель ему говорит? Отойди от меня, Сатана, ты мне соблазн. Потому что думаешь не то, что Божие, но что человеческое. Вот она, небесная премудрость, вот небесная истина. Думаешь не то, что Божие, а что человеческое. Ты, Петр, обсуждаешь как человек, тебе не хочется даже думать о каких-то мухах и страданиях, о каких-то лишениях. Но ты не думаешь о том, что для божественного дела, для спасения человечества это необходимо и нужно. И вот здесь, действительно, Петр не то, что он обратился в дьявола, нет, сколько, и вот здесь слова, они были схожи с Сатаной. Он пытался противиться воле Божией, да, как Сатана противник, сопротивляется воле Божией. И дальше уже Господь говорит ученикам своим, если кто хочет, идти за мной, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. То есть всякий человек, желающий быть со мной, должен быть настроен на страдания в том числе. В первую очередь, внутри себя мы должны отвергнуться от всего того, что нас отделяет от Бога, от греховосых, от страстей сверху, от каких-то привычек, привязанностей, которые не дают нам идти на небо. А иначе никак, иначе не получится. Потому что ведь тот путь, который Он прошел, Спаситель, тот путь лежит перед каждым из нас. И мы должны по нему идти. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Матфея, главу 16, с 20 по 24 стих. И напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневных, хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!